всем привет решил сегодня сделать ром купил вот такую вот свекловичную атаку миласу здесь 10 литров 14 килограмм 790 рублей стоит добавим к ней 4 килограмма сахара с которого сварим инвертный сироп и все это будет сбраживаться на дрожжах сах момент 8 пачек я думаю хватит за глаза дрожжи почему мне эти нравятся потому что недорогие 14 рублей за пачку и запаха постороннего не дают практически много чего я делаю на нем и пиво и квас и вино делаю в общем сейчас делаем сироп и дальше включаемся заново и так закипает вода у нас две пачки сахара я добавил уже дальше добавляем еще две пачки насыпал я столовую ложку лимонной кислоты просто почему-то у нас не включилась запись ну поверьте мне на слово и так сироп будем варить после закипания 40 минут 30-40 минут пока не станет такого слегка золотистого цвета и не запахнет карамелькой как только это случится сироп у нас будет готов то есть уже сахароза распадется на фруктозу и на глюкозу соответственно дрожжам будет проще работать в миласе вот и в патоке свекловичной содержится 50 процентов углеводов простых углеводов но это как побочка при производстве сахара по запаху напоминает карамель я есть небольшой посторонний запах не знаю какой-то соды что ли попахивает но на вкус вроде сиропа такого кофейна наверно карамельного вкуса посмотрим что получится в любом случае если данный эксперимент не удастся если ром у нас не получится значит будет перегоняться все на максимальную крепость то есть близко к ректификату но и там в белом виде уже будет употребляться если же ром у нас получится значит будет этот ром заливаться в бочку насчет бочки видео есть у меня слив бочки так вот 6 месяцев по всей видимости эта бочка не дождется потому что я посмотрел внутрь не сливал просто заглянул что-то там все грустно по моему осталось там процентов 70 то есть из девяти с половиной литров что я заливал туда кукурузного дистиллята в лучшем случае я не знаю про может литров 6 останется стояла она в ванной по обручам внизу такая же была течь либо выделение этой массы такой карамелеобразный как я показывал в том видео где ячменный дистиллят сливал поэтому принято решение сейчас к будет сливаться но как ром этот выбродиться сольется в любом случае залью ее либо вином у меня полусладкая есть розовая либо дистиллят еще какой-нибудь сделаю и залью ее но перед этим хорошо промою и горячей водой и кольца кольца эти металлические усадочные собью подобью вернее стамеской так вот и сварился сироп виде какого золотистого цвета по запаху карамелька что-то фруктовая похоже даже медовый какой-то аромат все сейчас мы это все переносим в емкость не будем добавлять уже патоку так переливаем теперь патока средней густоты похоже на квасное сусло чуть чуть пожиже чуть пожиже можно ближе съемочку отсюда вот ближе так сейчас подождите секундочку вот так вот ближе вот так вот это все выглядит сейчас посмотрим по объему сколько у нас по температуре и будем уносить герой так дрожжи все пересыпал такую емкость не буду разбрасывать буду прямо по поверхности рассыпать здесь размешиваем посильнее слишком полную не стал доливать дабы не хватануть тут пены поэтому вот так вот по поверхности рассыпаем и размешиваем размешиваем все это дело дальше уже плохо размешивается сейчас свою чудо-мешалку возьму вот моя чудо-мешалка проволока шестерка загнутой буквой г и на дрели размешиваем вот вот Смотрите продолжение в следующей части. Итак, накидываем крышечку, и как забродит уже конкретно, поставлю здесь гидрозатворчик, вот здесь вот на крышечке, такой вот самодельный у меня, и покажу вам, как бродит. Вот спустя 3 часа началось брожение потихонечку, вот так это все выглядит, небольшая пена поднялась, и вот тут такие, как от шампанского, такие пузырьки взрываются. Ну все, на этом мы заканчиваем. Следующее видео уже будет с расчетом всех затраченных на данный ром сумм и с перегоном. Всем пока!